Всем привет, дорогие друзья и не друзья! Меня зовут Августина Либерт, это Алексей. И, судя по названию, вы уже поняли, что мы сегодня улетаем в Турцию, в город Аланьо. Мы уже приехали в аэропорт, дали багаж, и сейчас нам осталось пройти пункт досмотра, и мы идём в дьютик, покажем, что там есть интересного, потому что мы будем искать там очень крутой ликёр, лаймовый. Если мы найдём, обязательно вам про него расскажем. Зашли мы в дьютик, нашли эти ликеры, про которые я говорила. Сейчас аккуратненько достану, покажу, как выглядят. Они одинаковые. Поверни, удобно. Вот такой ликёр. Значит, стоит одна бутылка 6,50 евро. Он такой сладкий на вкус, лайм. Мохито? А, ну мохито, да, очень приятный. Каждый раз берём, когда куда-то летим. Так что вот такой вот, если кому-то интересно, кто не пробовал, можете попробовать. Вам, думаю, понравится. Ну о да. Ну о. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас вот такой вот бусик. Найти, кстати, очень сложно оказалось. Здесь очень много транспорта, все пронумерованы, огромнейшая площадка. На улице очень жарко, и пришлось вот ходить и искать. I guess you know, you know it's true, I guess you know, so far so good, I miss you, you know it's true, I feel you. Драй, четыре. Драй, четыре. Драй, четыре. Только что зашли в наш отель, подробнее потом покажем. Сейчас будем регистрироваться. Наконец-то свершилось! Мы зашли в свой номер. Мы уставшие, просто капец дороги. Сейчас покажем вам номер и расскажем вообще, как мы сюда попали. Значит, мы прилетели в отель Эргюн. Отель три звезды. Вот так вот здесь все выглядит. Начну с ванны, с двух кабина. Наш тур стоил 960 евро. Все включено. Ехали мы сюда через travel room. Смотрите, какая офигительная столешница, просто мечта. Еще и под мрамор, я не знаю, что это за камень такой или что это такое. Пластик, не пластик. Вроде не пластик. По ощущениям на камень, конечно, похоже. Даже мыло оставили, смотрите. Говорили, что в Турции никто ничего не оставляет. Однако тут есть. Представляешь, здесь все-таки положили. Фен. Ну, вполне неплохо все выглядит, согласитесь. Причем, вообще-то санузел не маленький. Санузел вообще не маленький. Да, все вполне себе классное. Ты на зеркало? Да, зеркало огромное. Я уже показывала зеркало. В полстены. В общем, для трех звезд, конечно, выглядит все супер-пупер круто. Ну и стоимость немаленькая, согласитесь. 960 евро – это без учета тестов и без учета налога агентству нашему. Через которое мы прилетели. Сейчас будем здесь осматриваться, осваиваться. Осталось показать вид из отеля. Мы выбирали себе отель, чтобы он был не с видом на море и где-то на окраине, а в самом центре Аланьи, чтобы по бокам рядом было два пляжа. Здесь есть один пляж Клеопатры, который все приезжают, хотят увидеть. Вот он у нас по одну сторону будет от отеля, а где-то 10 минут до него пешком идти. И еще один какой-то городской пляж, он будет по левую руку, так сказать, от отеля в ту сторону, и тоже до него идти примерно 10 минут пешком. А вон там, если присмотреться, I love Alanya на горе, видна надпись. Очень прикольно выглядит. Улица оживленная, пока что все нравится. Персонал, кстати, по-русски не говорит, только по-английски. Интернет. А? Надо заметить, что по-английски говорит очень нормально. Нет, он хорошо говорит по-английски. Это тоже важно, потому что в прошлый раз у нас и по-английски плохо говорили. Да, насчет интернета здесь есть такой нюанс, что интернет платный. Вот мы купили на оба телефона, получается, на каждый по 8 евро. То есть 16 евро за 8 дней, чтобы у нас в комнате был интернет в номере. Ну, а это вот наше такое расписание. Завтрак, обед, ужин. Дали такую памятку. Надели на руку вот такие браслетики. Он сказал, что это облегчит ему жизнь, потому что здесь умные турки любят приходить и кушать чужую еду. Могут взять какие-то ваши вещи. Говорит, чтобы не было проблем, и чтобы я мог определить, кто вы, что вы наши жители. Носите, пожалуйста, вот эти вот браслетики. В общем, все. Пока на этом все. Будем здесь разбирать, наверное, наши вещи. Скорее всего, ляжем, поспим, может быть, пару часиков, потому что просто жесть. Голова болит, невозможно. Очень жарко. После Минска приезжаешь, и просто вообще пекло. Надпись Аргун. Все, до скорого. Похоже, сейчас время молитвы. Что-то происходит. Мы спали и услышали вот этот звук. В номере. Точнее, не в номере, а на всю улицу. Скорее всего, время молитвы мы так решили. Представляете? То есть, для них это норма. Мы снова на связи. Поспали два с половиной часа. Немножко отдохнули. Стало легче. Сдвинули, кстати, кровать. Это оказалось очень просто сделать. Просто подвинули тумбу с телефоном. Левее. Сейчас 7 часов вечера, и мы планируем пойти на ужин. Здесь как раз у нас в листике написано, что ужин с 7 до 9. Хотим посмотреть, что дают, чем кормят. А еще там есть бассейн. Это пятый этаж. Бассейн, бар. И все включено. Пойдем посмотрим, что есть. Сейчас, кстати, 7 часов, а на улице 33 градуса. Хотя не особо это удивляет после Минска. У нас бывало такое, что было в этом году летом, и 32 тоже. Так что не особо, не особый перепад с Турцией вот на данный момент. Точно так же, как в Минске. Сейчас я постараюсь вам показать, что видно. По нашим подсчетам, на море идти на ту сторону. Мы сегодня планируем выйти после ужина, пройтись до моря, посмотреть его. Окунуть туда лапки, так сказать. Вообще, у нас большие планы. Мы планируем взять несколько экскурсий. Осмотреться. Придумать вообще что-нибудь еще интересное. Ну что, надо нам идти на ужин, наверное. Что ты смотришь? Наташа, сейчас. Да, горе, вот это вот, все, что мы видим, это вот она, левая на карте. Нам же идти в ту сторону. Да, нам пристать. Погнали! Немножечко еще покажем наш этаж. Ну, супер. Мне очень нравится здесь пол. Он такой под мрамор. Ну, слышимость, как и в любом другом отеле, в принципе, здесь это ничем не удивляет. Мы на третьем этаже, нам нужно сейчас на пятый подниматься. Это что такое? Это вот такая линия. Вау! Капец! Вот это жесть! Нет, я не думаю, что... Вот там другая есть. Ну, нет, я не хочу туда. С ума сойти. Ну, знаешь, это опасно даже. Все, пойдем на нормальную. Ой, здесь такая... Ну что, идем смотреть. Очень интересно увидеть саму еду и, конечно же, бассейн. Вот такая вот красота. Сейчас будем ближе подходить, посмотреть. На природе. Такая красота. Все, что хочешь, называется тебе супер вообще. Вот, что мы себе выбрали. Будем пробовать все и потом решать, что нам понравилось. Такой вот вид открывается наверху. Играет музыка. Посмотрите, что сзади. Вообще красота. В следующий раз сядем куда-нибудь поближе, естественно. Очень здорово. Будем приступать. Мы пришли с ужина. Очень довольные. Покушали. Все классно. Ужин был хороший. С прекрасным видом на горы. Куча иностранцев. Я не знаю. Наверное, только мы по-русски говорили. И, может быть, там еще пару человек. В общем, нам понравилось. Единственный минус это то, что все-таки мяса практически не было. Ну, мясо встречалось, курица. Ну, это что-то такое. С кабачками, с какими-то баклажанами. Ну, кто-то не ест. Не все любят кабачки и баклажаны. Кто-то хочет. Просто мясо. Да, в целом прикольно. Все включено, естественно. Мы взяли по бокальчику бугар. Сейчас будем переодеваться и пойдем в сторону моря. Но сейчас, я не знаю, будет слышно, не будет. Вот это стрекотание. Это какой-то непонятный звук. Мы не можем разобраться вообще, откуда он. Вот, если прислушаться, мы сейчас помолчим. Звук похоже, как кузнечики, короче, издают. Вообще, мы без понятия, что это такое. Уже потемнело довольно-таки. Сейчас я покажу. Покажу, пойдем. Все, опускается вечер на город. Люди прогуливаются. Кто-то сидит вон вообще под деревом. Да, но людей все равно немного, кстати. Все, побежали переодеваться. Быстрее, быстрее, быстрее. Забыли же, что хотели вам отель показать. Вот как он выглядит. Вот такой белый, большой, красивый отель. Эргюн, еще раз говорю, название. Внутри, вы видели, он весь такой мраморный и красивый. А вот такой вот он снаружи. Сейчас мы выходим и идем на оживленную улицу, которая видна. Турецкие ковры. Ну да. В общем, вот такое. Классное, нам понравилось. По крайней мере, сегодня вызвало очень положительное впечатление. Тут даже шлагбаум есть. Сегодня машина, которая нас привезла. Еще долго дожидалась, когда ее запустят. А мы вот вышли на оживленную улицу, которая была видна с нашего балкона. Где-то там наш балкон. Где-то там, да. Сверху наш балкон. А мы вот идем в сторону моря, как я и говорила. Это вот направо. Разные проходим красивые магазины. Смотрите, какие классные ветрины. Выглядит все очень-очень красиво. Самое интересное, что... Какая-то улица вниз, такая темная. Самое интересное, вот смотрите, как люди дорогу переходят. То есть двойная, сплошная. Едет машина, вот, например. И перед носом прямо... Прямо у машины перед носом люди переходят дорогу. И это типа нормой считается. То есть даже никто внимания, вот смотрите, не обращает на это. Вот такие дела. Просто вот так вот это все происходит толпами. Люди уже экскурсии предлагают. Мы, кстати, когда кушали сейчас, к нам подошел какой-то турок. Сказал, что он тату-мастер. И вот если нам нужны будут его услуги, то он будет рад нам помочь. Ну, красота. Вот так. Кто как, завлекает, называется? Кто песни поет? Кто танцует? Кто татуировки предлагает? Ой, а мы идем дальше. Вообще весело, знаете? Приятное впечатление вызывает Турция. Вот так. Вниз-то сразу. Очень такая теплая. Какой вниз, вот смотри. Да. О, так это как пешеходная улица или рынок. Очень такая теплая здесь атмосфера. Да. Смотрите, мы свернули как раз-таки на эту улицу и идем по ней вниз. Спуск такой нехилый. Если шлепки скользкие или вообще обувь-то, можно неплохо так упасть. Гляньте. Сейчас вода не куриет. Нет, не холодная. О! Очень красиво. Очень красиво. Вот. Прямо капитан уже сужу вам. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это просто дойти до пляжа, посмотреть сам пляж и убедиться, что он нам не подходит и пойти на крутой, на другой, да? Как это называется? Да, это все так и сделано. На Клеопатру. На Клеопатру. На Клеопатру. На Клеопатру от нас тоже 10 минут ходьбы, собственно, как и этот. Да, вы слышите, ребята что-то предлагают, но мы пока не будем. Они думают, что мы понимаем, что они говорят. Да, как будто все турецкие знают, можно подумать. Ой, не могу не показать. Вот подождите секунду, пять сек, и все, и больше не буду показывать корабли. Но это посмотрите. О! Они все классные. Такие вот яркие, привлекательные стоят все. Ваня катамаран. Нормальный катамаран. Вау. Очень красивые. О, каптин барбоса. Ну, это понятно. Их задача нас завлечь. Естественно. Конечно, вечером все меняется. Мы видели в интернете всякие ролики на ютубе, когда люди показывают эту пешеходную улицу днем. Она выглядит круто, но вечером она... более атмосферная, что ли. Все загорается, все переливается разными красками. Просто вот бананы, видите, себя растут, и все, и нормально себя чувствуют. Класс. Мы идем, идем, а это все не заканчивается великолепие, так сказать. Лавочки все заняты, люди отдыхают от пепелящего солнца, которое вот зашло. О, сколько сейчас время. Вроде как и рано зашло, как нам кажется. Все, 8.15. 8.15, а уже вот такая вот... Вообще странно, да. Почему? Я не могу понять, почему так темно. 8.15. Ну вот. Такое чувство, что у нас в Минске 8.15 еще светлее, чем тут. Да, кстати, вот, да, действительно. Долго идем. Яхточки. Ну, я так понимаю, они и сейчас прям могут тебя... Конечно, они что-то чувствуются, не просто. Если они наберут людей туда. Круто. Люди вон рыбачат. Здесь это не запрещено. Здесь это спокойно. Ты можешь приходить и делать, никто тебе слова не скажет. Мы это уже слышали от других людей, которые здесь были. А вот что-то мы здесь. Все, подходим. Очень-очень любопытно. Вот местные обитатели. Видите, котики тусуются. Что тут, сразу песок? Да. О, ничего не видно. Не, видно, конечно, но не очень хорошо. Вот такой вот пляж. Как прикольно вдалеке все выглядит, да? Красиво. Мне это Будву напоминает. Очень. А вон там маячок стоит, красавчик. Вот, точно. Хотелось бы к нему, конечно, тоже сгонять. Ну, мы сходим, не сегодня. Да. План такой есть, попасть туда. Блин, надо было полотенце взять, конечно. Пока что мы видим вот песок только под ногами. Никаких камней, ничего, в принципе, нет. Сейчас ближе подойдем. Попадается, да, надо посмотреть. Людей мало. Побольше, конечно, чем в прошлом году. В Будве, например. Он плюхается себе в водичке, и все. Люди с собачками приходят. Мне кажется, что вода теплая будет. Привет, Морюшка. Мы не виделись целый год. Ой, не конечно, не виделись. А-а-а. Вау, холодная вода. Да нет, не холодная. Немножко остыло, конечно. Все-таки солнца уже нет, несколько часов. Блин, ну Будва, конечно... Ой, смотри. Какая Будва. Аланья выглядит круто. Вот, кстати, вот эта стена. Вот даже видно. Вот как она идет. Да, да, да. Вот так, да? Да, видна. И вот здесь вот еще вот так вот по контуру. Мы, кстати говоря, не сказали о том, что мы прилетели сюда на 7 дней. Это довольно много. На 7 ночей даже, да. На 7 ночей. Это довольно много. За это время можно многое посмотреть. Ну-ка, вернись сюда. Видно, видно. Вся красота видна. Просто прогуливаемся вдоль берега. Ну, сегодня так получилось, что мы пока долетели, потом пока приехали на автобусе, потом спали. И сейчас вот покушали и выбрались. Ну, поздновато, конечно. Но все равно первый день у нас прошел вот так. В принципе, это тоже результат. Кому скоро лететь, кто переживает, все здесь спокойно, нигде ничего не горит, ничего не заливает. И, в общем, не слышите никого. Все уже тут закончилось, даже если тут и были какие-то сложности, уже ничего нет. Сегодня был прекрасный, теплый день. Чистое небо, никакого запаха нигде. А еще говорят, что сейчас люди обрушились на север Турции. Ну, здесь, в общем, пока тихо. Сегодня, наверное, уже пора прощаться. Завтра будет что-то новое. Всем пока.